Всем привет! 2020 год был очень скудным на премьеры новых фильмов. Пандемия очень сильно ударила по киноиндустрии. Съемки приостанавливали, премьеры переносились. Но постепенно ограничения все же снимались. В некоторых странах кинотеатрам вновь позволили распахнуть свои двери для зрителей. А значит у нас есть все шансы увидеть запланированные премьеры уже в этом году. Поэтому сегодняшняя подборка про самые ожидаемые фильмы 2020 года. Начнем с фильма «Довод». Фильм по праву считается самым ожидаемым фильмом 2020 года. Еще бы! Режиссером фильма является один из самых гениальных режиссеров современности Кристофер Нолан, который никогда не разочаровывает своими работами. Загадочный и интригующий трейлер сильно подогрел интерес зрителя к фильму. По словам самого Нолана, он разрабатывал идею фильма на протяжении аж 20 лет. Съемки велись аж в семи странах, с большим актерским составом и огромными декорациями. Сюжет фильма завязан на международном шпионаже. Главный герой фильма становится агентом секретной организации, которая пытается остановить опасного террориста. Из трейлера мы видим, что главный герой сталкивается с инверсией, специальной техникой управления временем. Кто-кто, а Нолан точно умеет работать с фильмами, где сюжет так или иначе связан с временными пространствами. Он просто обожает это. Сразу вспоминаются фильмы «Начало» и «Интерстелла». Теперь об актерском составе. В главных ролях Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинс. И если второго актера мы все прекрасно знаем, то Джона Дэвида Вашингтона знают далеко не все. Меня заинтересовало ваше объявление в Colorado Strings Gazette. Для многих назначение его на главную роль стало неожиданностью. Ведь он вернулся в актерскую деятельность относительно недавно, так как долгое время занимался американским футболом. Но для Нолана отсутствие огромного опыта у актеров не является проблемой. Например, в фильме «Дюнкерк» было множество неименитых актеров. Но их игра получила множество восторженных отзывов. Поэтому опасаться однозначно не стоит. Кстати, Джон является сыном Дэнзела Вашингтона. Надеемся, талант Дэнзела передался Джону. И мы увидим отличную игру в его исполнении. Вероятно, нас ожидает очередной шедевр от режиссера. Далее поговорим о фильме «Французский вестник» режиссера Уэса Андерсона. Что сразу бросается в глаза? Просто огромное количество именитых и талантливых актеров. Если вдруг вы не заметили, то многие из этих актеров уже играли вместе в другой картине режиссера «Отель Гранд Будапешт», которая получила большое признание «Золотой глобус» и несколько «Оскаров». И что самое крутое, фильм снят в аналогичном стиле. Отличная работа над костюмами, гримом, прическами, забавной идеологией и множество интересных и местами даже нелепых персонажей. Сами действия будут происходить вокруг отделения американской газеты, расположенной во Франции. По сюжету, отделению в скором времени предстоит закрыться. Но сперва авторы и главный редактор намерены рассказать еще несколько интересных и увлекательных историй. Следующий фильм «Дюна». Фильм снят по мотивам одноименного романа Фрэнка Герберта. Режиссер фильма Дэнни Вильнёв, известный по таким работам как «Пленницы», «Бегущий по лезвию 2049» и «Прибытие». Как и в случае с предыдущим фильмом, актерский состав тут тоже очень крутой. Сюжет фильма перенесет нас в галактику далекого будущего, где между могущественными семьями идет борьба за власть над целыми планетами. Главным героем является молодой аристократ по имени Пол Атрейбес. Чья семья получает в управление планету Арракис. В пустынях Арракиса добывают особое вещество – пряность, необходимое для космических перелетов. Также Арракис известен гигантскими песчаными червями. После военного переворота Пол вынужден скрываться среди жителей пустыни. А за Арракис и пряность развернется настоящая борьба. Теперь поговорим о фильме «Не время умирать». Это уже четвертая Бондиана, где роль Джеймса Бонда играет Дэниел Крейг. По сюжету фильма Бонд оставил службу и наслаждается спокойной жизнью. Но по всем законам жанра бывшего агента попросили вернуться, чтобы помочь выполнить одну миссию. На этот раз нужно спасти похищенного ученого. Но не все так просто. Бонд попадает в ловушку к злодею, у которого есть опасное технологическое оружие. Роль злодея сыграет Рами Малек. Фильм, как обычно, будет кистрить погонями, перестрелками и драками. И, как полагается, в Бонда должна быть красивая девушка. Новую девушку Бонда сыграет Анна де Армас. Вообще, актерский состав получился достаточно сильным. Тут два обладателя Оскара – Рами Малек, Пристэк Вальц. И два номинанта на Оскар – Наоми Харрис и Рэй Файенс. Поэтому фильм однозначно стоит посмотреть. Изначально подборка должна была состоять из пяти самых ожидаемых фильмов. Но споры между поклонниками Marvel и DC не прекратятся никогда. Черная вдова или Чудо-женщина? Какой из этих фильмов более ожидаем? Понять это сложно. Поэтому включаем в подборку оба фильма. Давайте сначала обсудим фильм Черная вдова. Роль Черной вдовы по-прежнему играет Скарлетт Йоханссон. Действие фильма происходит до присоединения Наташи Романов к Команде Мстителей. По сюжету фильма Наташа узнает об опасном заговоре, в который были втянуты ее старые знакомые – Красный Страж и Мелина. С этим заговором и предстоит разобраться главным героем. Антагонистом выступит Таскмастер. Не будем сейчас останавливаться на каждом герое отдельно. Думаю, это тема для отдельного ролика. И хотя сольник про Черную вдову вряд ли наберет большую популярность, но узнать загадочную историю Наташи Романов будет определенно интересным. Замыкает подборку фильм «Чудо-женщина» 1984. По сюжету влиятельный бизнесмен Лорд хочет получить невероятную силу и могущество настоящего божества. Для осуществления своей цели он собирает различные магические артефакты по всему миру. В этом ему помогает специалист по древней истории доктор Барбара Энн Миневра. В ходе поисков к ней попадает артефакт, который превращает ее в кровожадную женщину-кошку Гепарду и открывает охоту на Лорда, так как считает, что именно он виновен в ее превращении в монстра. В комиксах Гепарда является одним из главных противников «Чудо-женщины», поэтому мы определенно увидим их противостояние. Роль «Чудо-женщины» по-прежнему за Галь Гадот. Роль злодейки сыграет Кристен Уик. Также в фильме мы увидим Криса Пайна, Тедру Паскаля и Робин Райт. Судя по трейлеру, фильм обещает быть динамичным и зрелищным. На этом наш ролик подходит к концу. Ставьте пальцы вверх, если вам понравилась подборка. И не забывайте подписываться. Пока!